Приветствую вас, я отвечу вам на ваш вопрос, который вы задаете, но для начала мне бы хотелось запомнить немножко другую тему. Тему того, что вы, тему того, как вы сами описываете то, что происходит. Значит, вы говорите, что мне понравился, значит, парень один, М. Так, значит, я общался с М, он ухаживал со мной, но за один день мне понравился Л, и мы начали общаться. То есть, понимаете, какая штука, вам нравился первый молодой человек, а потом за один день как-то так получилось, что понравился другой. То есть, это вот как-то несколько странно надо сказать, потому что, ну, такое, если и бывает, да, то относиться к этому нужно, в общем-то, достаточно серьезно. Ага, мужчина, вот этот М, он, значит, складывает вас в силу, у него есть какие-то надежды, он чего-то ожидает от вас, хотя это, безусловно, не правильная позиция, но тем не менее. Вот, и вам нравится другой человек в один день, то есть, это как-то, вот знаете, странно, да? То есть, у вас, получается, к М была изначально не постоянная такая зимпосибачка, какая-то поверхностная, может быть, либо что-то еще. Вот, то есть, ну, если честно, ну, если честно, для меня этот момент остается не ясен, я предлагаю вам этот момент раскрыть. То есть, почему вы сперва находились в отношениях с М, потом в один день вам понравилось с Л, вы начали общаться с Л, и у вас завязались любовные отношения. А М тогда? Н тогда куда, куда. Вот. Понимаете? Эээ, как бы здесь не совсем понятно. Вот, или, предположим, эээ, ну, предположим, вам действительно понравился Л, да? Да, ну, такое, в принципе, может быть. Так почему вы, Эм, не сказали, что, значит, ну, с ними отношения закончились, вот. То есть, вам нужно было сказать Эм, что всё, вы с ним больше не в отношениях, вот. Что он вам не нравится, что вы поняли, что с ним вам быть не хочется, вот. То есть, как бы, понимаете, Эл и Эм, да, они сами разберутся относительно вас, вот. Они сами разберутся относительно вас, как бы. И вот для меня это, по сути, не ясна. То есть, вы, вроде бы, как переживаете за... Эм... Отношения. Эл и Эм. Вот, если я... Правильно вас понял. Вроде как вы переживаете за отношения. Но, при этом, сами вы, эм, ничего не делаете для того, чтобы они, как-то вот, эм, значит, эм, улучшались. Вот, есть такая игра, эм, может, психологическая, она называется, эм, поделитесь. То есть, эм, когда один человек, эм, да, ведёт себя, ведёт себя так, причём он, ну, не обязательно ведёт себя так, эм, специально, да, что окружающий его начинает из-за него эм, ссориться. Вот. То есть, вот, эм, это такая вот, эм, особенность поведения, поведения человек. И, в этом случае, если, эм, такое поведение человека, эм, как бы, имеется, да, то в этом случае можно говорить о том, что, эм, просто, эм, эм, как, так. сказать. А, в этом случае можно просто говорить о том, что человеку, эм, не хватает внимания к себе. То есть, вам не хватает внимания, вам нужно, чтобы, вот, эм, эм, за вас, как бы, боролись, чтобы вы чувствовали себя, ну, ну, не знаю, не знаю, может быть более значимым, он может быть более ценный, более любимый и так далее. Вот из этой игры нужно выходить, а для этого необходимо со своей ответственностью разобраться, да, то есть, к примеру. А Эл не хочет говорить им правду. Ну, вот так же происходит. Окей, может быть, для него это действительно ситуация непростая, ему нужно время, допустим. То есть, как бы, в этом, эм, самом по себе, эм, как бы, ну, плохого, эм, ничего нет. Вот. Вот. Но, эм, вам, вот именно вам, эм, самой, эм, для себя, нужно сформировать определенную позицию, по отношению и к Эл, и к Эм, вот. И я, на самом деле, эм, совру, если скажу, что начинать нужно именно с Эм, потому что с Эм вы, изначально, как бы, ну, а были, скажем так, ближе, вот, не знаю, может быть, вам это неприятно, вот, но, тем не менее, так, тем не менее, так. Разберитесь сперва с М, скажите ему, как есть, а потом еще разговаривайте с Л, если Л, там, допустим, не хочет говорить право, то это уже исключительно его ответственность, и как бы ему решать, что с этой ответственностью делать. То есть, либо он, допустим, хочет быть, допустим, к примеру, сваной, да, он хочет быть сваной, либо он хочет свалять дорога, и сваной, соответственно, не быть, что как бы говорит, ну, что как бы заставляет сомневаться в его намерении, в серьезности его намерения. Вот так. То есть, выходите из треугольника Карпана, в котором вы сейчас оказались, выходите из него, не нужно в нем находиться, но. То, что вы задаете вопрос такой, как бы это говорит о вашей неуверенности в себе, к сожалению, то есть, вы в себе неуверенные. Если вы в себе неуверенны, то с неуверенностью нужно работать, как с отдельным проявлением, да, отдельным состоянием, отдельной проблемой. Там, да, вот, именно попричиневает неуверенность в себе, опять же, то, как быстро вы переключились с одного человека на другого, да. Тоже говорит о том, что вы непостоянны, нестабильны, а это всего лишь говорит о том, что вы себя не до конца понимаете, не понимаете, что вам нужно от других, да. Вот, и, возможно, опять же, у вас нет четкой позиции по отношению и к себе, и к людям. Ну, и желания, естественно, которые мотивируют вас на следование определенному поведению, они никуда не делятся, они есть, они, наличие от них, как бы, ну, нельзя отвернуться, да, их нельзя игнорировать, к сожалению. Вот, только в этом смысле, вам необходимо максимально быть честной, самой собой, вот, только так, только, ну, только в данном случае вы сможете, может, может, выйти из этой ситуации, ну, максимально без вреда, максимально без вреда для себя. Такую можно вам дать рекомендацию, такую можно дать вам оценком происходящего. Вот, извините, что, может быть, мало информации для вас, но больше информации предоставить, на мой взгляд, возможности нет, потому что слишком мало инфо. Опять же, опять же, о вас. То есть, для работы нужно больше информации, больше информации. Вот. Если вы серьезно хотите в этой ситуации разобраться, да, то вот все-таки нужно приложить усилия какие-то. Причем я увидел ваш вопрос, вот, один из вопросов, на которые я отвечал, это вопрос был связанный с тем, что вам предстоит на вас напал мужчина. То есть, такое впечатление, что вам вот не хватает какого-то такого отреагирования, вам не хватает внешнего воздействия на себя. Вот. Ну, можно, можно так выразиться, да, можно так сказать, в принципе. А, ну, и, как и на взгляд, это отсутствие собственной значимости, отсутствие чувства собственной значимости, с которым нужно работать. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если вы сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.